Игла, одень иголочку на вентили, капельку также. Вот смотрите препарат, сейчас я попытаюсь, вот так, видно? Он не капает. Это филер. Он такой вот пластичный. Мне хочется вам линейно-ретроградную эту показать. И здесь есть показания, чтобы немножечко средний уровень пройти. Отмерили. Укололи, да? Подтянули. Посмотрели. Утопили, опустили иголочку на выходе. Давление убрали. А средний имеет значение? Абсолютно. Не имеет? Да. А вот как понять, что ты на нужном уровне непосредственно ориентируешься, нет? Нет. И всё. Прям по мальчинке ждать прошли? Да. Если игла не контурируют, значит мы в правильном слове. Средний уровень. Если игла контурируют, значит мы поверхностно. Значит то, что вы будете варить, будет в виде тяжа оставаться. На одно время были проблемы с расстиланием. Они изменили клюмет в 2000 году по немножечко технологию, а вот нет, попозже. А в 97-96 году у меня лично были такие проблемы с пациентом из-за плотности самого препарата. При введении в ткань гиперкоррекции не было. Когда наступала зима, минус 10-15, синюшные тяжи проступали, с ними ничего не сделать. Сейчас покажу технику на развороте. Ну, возьму и рисовать сейчас. Тоже касается только... А вот это вот сейчас для чего вы делаете? А это для того, чтобы подбородок и щеки, которые опускаются, укрепить и скорректировать начинающие формироваться брыли. В один вот такой? Да? Нет, я этого слова не говорила. Ну, тоже по морщине, да или нет? По морщине здесь как бонус получается, не по морщине, да? И точечно капель, я не знаю, видно будет, нет? Важно, чтобы вы понимали, что папулы ни в коем случае не должны быть видны. То есть в дно морщинки капля за каплей. вот такие проблемы, да, кесеты? Здесь линейно некрасиво будет, а чуть-чуть прервать эту глубину. вот так. Сейчас минутка другая, и это будет просто ровное дно. Все. 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 Hmm. Продолжение следует...